мои друзья я дима башка был спик тубаши сейчас у меня такое небольшое спонтанное интервью со звездой в 2000 годов русского дороман бэйз я думаю знаете о ком я говорю это алекс раев армадайн всем привет я армадайн это спик тубаш смотри мое большое или не очень большое интервью для этого канала эксклюзивно встречайте армадай простите что я сидя пацаны только что прыгал целый час поэтому да расскажи как ты вообще пришел драм-бэйс и как ты до сих пор продолжающим заниматься вот и начинал как алекса рейв а потом у тебя был какой-то там суицид творческий а потом опять воскрес как это произошло любой любитель драм-бэйс музыки и адепт драм-бэйс музыки понимает что убить в себе и невозможно вообще в принципе навсегда и она всегда прорывается я всегда любил драм-бэйс музыку его свою первую музыкальную карьеру вот как алекс рейф то я и начинал с драм-бэйса потому что я понял что это чисто мое и в целом вообще-то у меня все было хорошо я запрыгнул вот в этот вот поезд русского драм-бэйса у меня там были вот эти вокалистки с сопливыми стихами тогда вот эти пиратская станция русская версия версия 4 5 6 поперла я думал что я выиграл эту жизнь все здорово все хорошо ну понятно дело что уши вянут когда ты слушаешь свои старые песни но тогда как бы вот мы как умели так писали вот это у нас локалочка была и нам в целом было все в кайф и знаешь что произошло так как я сейчас скажу я я же твери я из твери привет муж дома в командировке муж в тверь жена в дверь дверь у меня была там серия вечеринок локальная очень крутая я перевозил к себе всех иностранцев в тверь там я не знаю она продает а до спора там джоу и фьючер профессии с прототайпс кого там у меня только не было то есть это было был локальный феномен ну просто эти артисты недорогие как но у меня было радио шоу в фм диапазоне я короче прям и вышел эту жизнь на максималках все было круто и в тот момент я помню вот когда у меня наступил период когда мне стало чуть-чуть страшно за то что мне уже типа было так 26 27 или 28 я такой тип у меня скоро отрицательный а я диджей на хуй и это короче мне скоро там 30 лет мне стало страшно за будущее типа я просто прыгаю там по ночам дискотеки и тусовки фестивали вот это вот все и нихуя нету я просто занимаюсь музыкой это драм-н-бэйси денег нету истина да и я начал работать в ночных клубах уже как арт-директор потому что организация вечеринок это здорово но это очень ресурсозатратно это прям выматывает прям невероятно это нестабильно когда ты там собрал когда-то не собрал когда-то привоз случился когда-то не случился все прекрасно знают кто в теме что это такое рулетка буквально и в рамках стремления какой-то стабильности я начал работать учитывая то что как бы я в среде я знаю всех владельцев абсолютно всех клубов вообще всего что только вообще там можно представить я начал работать арт-директором в одном из клубов параллельно начал делать какие-то другие проекты связанные с индустрией но тем не менее фокус от музыки вот непосредственно драм-н-бэйса и алекс рейва как драм-н-бэйс-артиста начал смещаться я где-то выпал вообще из музыки в году в 2010 наверно типа прямо на пару лет я искал себя ячет работал я получил желаемую стабильность но потом я понял что это желаемая стабильность в ночной жизни а я уже так охуел жить по ночам типу мне так заебало блять вот когда я не вижу рассвет когда я просыпаюсь когда уже все у всех там типа реально начинается вечер вот этот сбитый ритм он маленько косит менталочку это некомфортно это ненормальный ритм жизни и получается что я начал еще раз анализировать и переобуваться относительно какого-то другой сферы деятельности вообще и все у нас там понеслось мы с друзьями какую-то открыли типографию то мы ничего не получилось блять компьютерный клуб это поебень короче была сплошная меня вот так вот металла со стороны стороны я еще работал арт-директором и я понял что если я не брошу клуб я не выберусь из этого нахуй никогда и вот я его бросил короче ушел доедать последний хуй солью буквально история уже не про музыку но когда я наконец там где-то типа через год может быть еще это получается уже 2013 почти пришел в себя и мне стало легче жить я перестроился на дневной ритм жизни я начал себя соображать себя ассоциировать с человеком вот этот вот птср ночной у меня прошел долго кстати вот отвыкаешь от ночного образ жизни очень долго это пиздец а я понял что типа надо музыкой заниматься но мне плохо я хочу заниматься музыкой посмотрел что там в драм-н-бэйси происходит на тот момент а тогда как раз это какой год примерно был был тринадцатый наверно тринадцатый год и я понял что на тот момент может быть это мой информационный пузырь так сложился может быть еще что-нибудь может я что-то не почувствовал в себе какой-то вайб но я не принял тренды драм-н-бэйса на тот момент это для меня был бегрум только в драм-н-бэйси период когда я не знаю диджей фреш ритуара хат райт на максимальная попса круто более трек охуенный но мне не хватало вот этого грова вот этой обскурности глубины каких-то изощренных вот этих элегантных приемов вот этой трушности андеграундности и я не принял его я такой типа бля мне не нравится ну так как я музыкант со стажем большими такую я буду писать нахуй другую музыка я меломан я люблю и умею делать любую музыку я переключился на транс всегда любил транс транс охуенно начал долбить транс все хорошо но типа через какое-то время я издался на black hole до министре of sound типа бля здорово и такой классно но я теперь хочу сиди вэйв нахуй я потому что я могу начал писать там сделал трек на одного шведского очень андеграундного артиста я сделал трек ремикс он сказал мне еще поебать издавай сам типа мне вообще похуй я чё-то бля что за какие-то но 200 баксов по тем временам это было буквально ну типа не знаю я купил у него смежные права имел возможности сдавать от своего имени этот трек и он залетает на спотифай набирает миллион в течение месяца я такой бля да нахуя выстрелил да наконец-то тут успех тут успех бля щас все будет охуенно там начал делать сити вэйв заебал теперь я хочу бля так хаос короче вот это вот я занимался вот этой хуетой творческим поиском и что самое страшное с творческий поиск это окей но я делал это все под одним именем и в итоге у меня появляется какой-то сегмент аудитории в транс в трансе в драм-н-бэйси меня нахуй забыли все появляется сегмент аудитории в синтвэйве каком-то там потом в каком-то хаосе и я не долблю дальше в этот сегмент я его оставляю вот какой-то небольшой группкой не выращиваю комьюнити там переключаюсь и я как будто везде и нигде я вот таким тонким слоем размазал по своему куску хлеба свою аудиторию и ее просто нахуй нету и я какой-то однодневка типа я чувствую что я занимаюсь какой-то хуетой и у меня так уже чё-то по инерции это продолжается какие-то треки бля какая-то еще хуета и но у нас тусовка довольно много народу все там блять артисты музыканты из разно жанров и максимальный вот мой друг тимур шофеев а это который один из участников going deeper но он сам на тебе как тимур шофеев тоже существует как отдельный персонаж у меня говорит блять лег вот ну ты занимаешься вот хуй той возьми вот возьми прими решение людей нахуй этого ёбаного алекс рэйва даже звучит старомодно как говно алекс двумя буквами ну что это нахуй форум геймеров блять 2008 года либо какой-то форум сайт ну типа блять да что это нахуй ну перешагни и я понимаю что я типа вот да надо просто это сделать и сделал я нахуй просто убил персонажа я не конечно же не стал там ничего удалять там блять писать вот эти вот блять простыни простите я ухожу и так далее я просто ну сформировал нового музыкального персонажа понял на чем я сфокусируюсь каким я хочу быть я уже на опыте блять я понимаю как это все работает я уже понимаю как работает дистрибьюция промоушен что надо писать как нужно себя позиционировать куда надо долбить я на опыте просто ёбнуться за эти годы и поэтому армадай это больше по большому счету self-продюсерский проект когда я начал подходить уже к этому максимально сосредоточено их правильно стратегически то есть он сделал то что алекс рейф не сделал потому что дурак был в итоге алекс рейф так остался пылиться там где-то блять ну есть у них треки и блять что происходит какая-то хуета и все жизнь с чистого листа новые соцсети новые аккаунты в экосистеме стриминг платформ какие-то первые релизы понятное дело что я нахуй никому не нужен с каким-то вообще нулевым профайлом это абсолютно нормально не бывает вот этого чуда когда как у мартина гаррик с первого раза блять на ульт разлетел ну как в исключении из правил подтверждает правило нужно ебашить самому и только потом подтянется вот вся эта история но стратегия моя была в том что я спозиционировал себя как бейс лайн артист то есть я мог позволить себе писать любые грани бейс-музыки бейс-хаус гараж степ драман бейс я оставил себя к но возможностей не называя себя конкретно сегментным артистом я если бы я сказал что я снова драма бейс-артист я не смог бы двигаться это типа вот исправление тех самых ошибок прошлого и все там был до бейс-хаус в воде умер очень быстро но тем не менее он был подцепил целую армию девчонок которые танцуют шаху это было модно раньше да 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 я я прям подошел к процессу серьезно со всеми связался кто-то за деньги кто-то без денег публиковали танцы у себя в соцсетях под мои треки это начало работать ко мне начала потихоньку прибыль на это идти аудитория и вот когда времена вот этого оголтелого джои райда прошли вот вы когда уже вот этот вот вот этот вот странный вайп с этими пилами с переходами на дабстеп вот вся вот эта вот канале прошла но очень тесно дружим с женькой прокси и обмениваемся регулярно материалом с ним и конечно услышит все мои демки на некоторым закатывает глаза на некоторые нет и на типа один из треков одну из демок он сказал блять вот нахуй вот чувак ты был сейчас попал прямо в нерв на аудитории это прям это прям классический гараж такой знаешь построен на сайне там все здорово и он но сказал типа давай издадим у меня на лайбаке очень хочу видеть этот трек неделю же у меня там блять но у типа разные планы на этот трек типа забирай давай его издадим и так далее но а я очень хочу уже мне кажется пора я достаточно оброс аудитории а у меня там же да были успехи я уже выпустился у нас коллаб был с прокси нужно на и бейс вы выпустились и мы уже из бьером сделали коллаб нас уже там все на свете от мартина геррикса до тиеста уже поиграли наши треки все такое как бы ну здорово но я собирал свою аудиторию чтобы в один момент сказать я вас наебал я готовил их всех для того чтобы такой выйти такой на самом деле все не так как вы думаете и это вот как раз все не так как вы думаете вот стратегия это драман бейс версия а на вот этот май дейли мил который он залетел прямо хуена это прям он занял реально простор плотный такой андегратор грандный гараж сцены его тоже прям все играли блять на тестах крутых прям но он такой прям он прям кочевый блять и я обсудил это заранее с гриш с антоном дат эти киллер игры братаны блять такой вот план повезло наверное что парням нравится оригинал блять тема просто огонь заебись и сделали ремикс на него охуенный ремикс всегда играю его вообще блять супер круто и гриша говорит ну блять чё делать с ним будем я говорю да все охуенно чё будем выпускать классно он говорит давай выпустим на супидапе его я говорю а чё это я вообще как бы из деревни я не знаю муж в дверь жена в дверь я же в голове то этот переход совершил а инфраструктуру помню только олдскульную ну типа рэм вайпер там критика вот все вот эти вот динозавры все вот эти вот динозавры индустрии которые сейчас существуют у них как бы все окей фрешмены сейчас вот вот все английские фрешмены их я не знал просто потому что не успел изучить инфраструктуру и просто типа блять но разберемся по ходу и гриша говорит блять ты можешь делать что хочешь но я бы тебе очень советовал на супе до поздаваться потому что трек им нравится он уже показал там серому этот проект но в голове лаеба и он говорит что это попадет в целевую аудиторию абсолютно точно и мы не будем настаивать но как бы ебать не супер какой-то там супер план я просто еще не понимал что происходит и реально типа трек выстрелил просто ебнуться и я осознал что такое супер я понял блять что на меня свалилась в этом плане и я понял что вот это тот момент когда нужно пользоваться случаем и наконец-то донести до своей аудитории что я вас наебал теперь будет вот так вот и еще блять начался вот этот новый хайф драм-н-бейса везде я просто уже оказался не в последнем вагоне а в первом нахуй я только тут переоделся и мы начали чего-то тут и все в драм-н-бейс уперлись все блять все на юки и саунде у всех воблы воблит блять жужжалки жужжат там и так далее когда у тебя хаосовый подход к драм-н-бейсу драм-н-бейс звучит как давно нужно чтобы там блять давление было все супер громко блять короче в этом надо было подтянуть скилл а буквально блять за пару недель я у антона по братски ствол тэди киллер спросил по братски блять почему нахуй бочка с басом вот ебется он говорит потому что вот нахуй бля и вот тут тэди киллерс мне пересвел несколько моих демок отдал мне прям проект и говорит блять вот посмотрите там происходит и ебать это вот так вот надо все пережимать это вот настолько пиздец у меня раньше никогда не поднималась рука делать настолько громко мне было прямо страшно типа зашкварно как-то блять а где динамика в треке всем поебать на динамику я принял короче этот факт начал крутить нахуй ручки несколько демок которые вот он мне пересвел ну я их понятно что дело переписал что-то поменял потому что это были демки но это был уже вот тот самый звуковая стена вот этот супер плотный саунд и я уже типа на шнурке блять с серумом супи дапа я говорю марк ну такое делаю ну раз уж мы тут сюда выйти новый демок как он говорит показывай и вот один из треков релиз мой ангар который ну мотив который я спиздил блять из оторки во вселенной вот эту тему с агапитом и няней которая свистела эта мелодия вообще в советской в советском кинематографе ебнуться сколько бля крутых тем просто охуеть но ппк знают наверно да и я показал марку этот новый трек и он молчит я такой типа ну бля ладно не получилось не фартануло а он молчит потому что он прям охуел они ну типа вот это вот грустинка вот этих вот советских саундтреков которые ну типа их их писали прям реально именитые композиторы у них прямо консерваторское образование они очень сложно подходят к композиции к тому чтобы потру подружить разные тональности которые вообще не дружат они очень по-другому подходят к музыке это вообще не поп-музыка они слышим по-другому да она сложная но когда вот у тебя закончена типа партия которую можно конечно же загонять в петлю это оказывает на тебя такой глубокое типа впечатление но это психология музыки там типа в конфликт возникает конфликт решается за счет тонов полутонов наверное все кто когда-либо интересовался этой истории знает могу рассказать конечно вот и он говорит бля я хочу выпустить это сольником это да нахуя выебал этот мир но надо второй трек второй трек вот это боль вообще с лейблами все охуенно но надо второй трек уже на мотивации конечно же я ему написал второй трек мне он честно говоря сейчас кажется недоделанным но учитывая то что всем понравился первичный трек с эпишки типа мне кажется на него все забили хуй типа ладно у нас есть второй трек бля чекбокс все вот случился сольник в тоже у него блять оглушительный успеха единственно все говорят что сильно недооценен с точки зрения широкой сцены потому что он типа как будто сложный ну я не знаю бля его все играют типа вообще все окей в этот момент ну как бы вот я вдруг внезапно просто снизу я чисто российской сцены какого-то гаража бейс хаоса и так далее прыгнул нахуй сразу в топ драма бейса просто за счет стечения обстоятельств тусовки тусовка это очень важно когда у тебя братаны в тусовке это прям максимально важно и они ну прям реально мне помогли сказали по себе вот нахуй сюда смотри вот сюда иди ну потому что как бы потенциал есть я то есть тоже много помогаю с его прямо-бочечным саундом потому что антон он не только тэди киллерс он еще и тонь вонка у него очень много экспериментальной музыки но в плане прямой бочки я ему тоже говорю здесь крути здесь не крути делимся опытом потому что понимаем что это важно все вот это присутствие в медиаполе как фрешмена какого-то зашли уху и год какой-то выпал с блять со своими сингами начал в супе дать просто всех ебать это уже дало возможность мне прям в социальных сетях писать напрямую например на тот же самый вайпер на не знаю на хоспитал потому что когда они видят мой запрос они понимаешь это бы они узнают имя все это репутация позволяет мне открывать те двери которые раньше для меня были закрыты нормально погнали и таким образом как бы я подписался на вайпер таким образом угадку ко мне прилетела огромная куча предложений с других лайбаков так вот в целом наверное моя карьера именно драм-н-бэйс артисты состоялась за счет упорного труда над своим музыкальным персонажем когда я прям стратегически выводил эту историю ну и трамплин за счет братанов которые которые являются условно фанатами моего бейслайн общего творчества прямобочного это алекс рейф пробил крышку гроба такой типа я уже есть на модель да 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 так что я не крутая история хочешь мы на улицу переедем да вы послушался интересный монолог мои друзья и пока мы перемещаемся на другую локацию вы послушайте несколько треков этого интереснейшего артиста начинал самых низов и добился всего начинали снизу да может так и есть да так что никуда не переключаемся алекс рейф арман дайн дима баш блок спик ту баш мы пошли а вы слушайте музыку ну что мы продолжаем послушали тараки этого музыканта как вам зашло напишите в комментариях обязательно поделись и напиши как можно больше нам будет приятно и ты заодно выскажешься и что мы продолжаем ничего готов дальше поговорить сколько угодно когда начинал с русский дарамбез как ты вообще начал писать тараки с русским вокалом как находил вокалистов студенчество студвесны и какие-нибудь девчонки которые где-то поют на студвесне его привет ты классно поешь в целом да это элемент флирта и элемент использования человека в целях в творческих целях которые увенчались каким-то там условным успехом машка она училась где-то может младше меня на пару курсов наверное и собственно я объяснил давай попоем она грида попоем потому что мы все чоколу сникерса погнали больше не надо ничего все эти тексты я писал сам пела она мне прям вот в какой-то уебским максимальном микрофон но кроме воспоминаний которые вы пережили под эту песню вероятно там нет ни хуя он написан плохо но чё умели то умели как могли так могли искренне было вот это подвальное творчество которое выливалось вот-вот искренние вещи даже хуёво сделанные они всегда найдут своего слушателя да и весь мой русский drum and bass по большому счету начался вот вот этих подвальных записей какой-то там моей условной однокурсницы я уже тогда делал вечеринки я уже тогда привез первый раз к себе костью гвоздя на тусовку второй раз господи это уже был даже второй раз предпоследняя композиция сегодняшнего русского часа алекс рейт продюсер которые буквально недавно появился поле зрения обменивались дымками по почте на mail.ru дым джи гвоздь собака mail.ru я ему скинул туда этот трек он но предложил взять ее в копиратскую станцию версию какую-то там блять сколько там было версий какую-то раннюю там довольно таки версию единственное что мне конечно пришлось переписать ее там 10 раз потому что первые версии прям ну уебищное говно максимально в трубе какая-то хуйта звучит но машка спела классно каждый день каждый час провожать тебя взглядом и на губах лишь крик мне не надо ни звезд ни солнца не надо получилось так с надрывом это все и поэтому вот так вот я пришел на рекорд на пиратскую станцию потом уже мне лачугина предложила альбом написать там я и альбом писал там еще я сказал маша господи мы победили эту жизнь я сейчас спою тебе все мы пишем вот эти тексты про хуйню так вот в целом все это и случилось как у всех я могу сказать почему так случилось это большая работоспособность и желание что-то делать и самое главное это делать искренне и по-настоящему когда ты делаешь по-настоящему с душой люди это чувствуют и люди отдают тебе обратную энергию там но мотивацию всех разный на самом деле у молодых продюсеров у пацанов обычно мотивация блять как собрать как можно больше мокрых трусов блять это понятно это одна из мотивации конечно ты же не думал я хочу заработать денег вообще не хотел взгляд гены просто хотел обратить на себя внимание все и работает на вот так и работает про то что я говорю так слушал вопрос такой как начинающим музыканта продюсером не остановиться и достигать высот как это сделал сначала нужно понять почему ты хочешь остановиться если такие мысли возникают если вопрос в ощущении невостребованности творчества если ты понимаешь что ты сделал все что мог и у тебя все равно типа ничего не происходит то попробуй поменять то что ты делаешь на текущий момент если у тебя нету проблем с качеством саунда если нету проблем с той сценой в которую ты пошел потому что бывают настолько узко специализированные сцены что 10 человек это типа окей в этих сценах если ты точно понимаешь что дело не в то не в твоем навыке написание музык то попробуй поменять музыку попробуй свои силы просто на другой сцене и если там получится а в предыдущем месте не получилось то ты во первых приобретешь новый опыт вероятно пересмотреть свой подход к предыдущему музыкальному персонажу и используешь вот эти вот положительные полученные навыки в работе над своим старым музыкальным персонажем тут если вот ты получаешь первый такой условно заметный фидбэк и успех это невероятно мотивирует и заставляет тебя пересмотреть все что ты делал раньше потому что ты понимаешь сколько сил ты вложил в текущую там условно успешную работу и понимаешь что ты где не сделал и стремиться к этому нужно нужно ебашить нужно прямо много работать нужно прям заебаться нету простых путей нету кнопки сделать пиздата и и вообще не существует принять себя и не бояться критики и не закатывать глаза когда тебе говорят что надо ставим там типа блять чувак все круто мы вам перезвоним это обычная история абсолютно у всех чем дольше ты долбишь в одну точку тем больше эффект достигаешь ну и не забывайте как бы про самореализацию своими собственными руками не надо ждать что кто-то за вас что-то сделает ни хуя никто ничего не сделать нахуй никто никому вообще не нужно когда ты набираешь свое комьюнити свою аудиторию когда ты понимаешь что ты в состоянии когда тебе в принципе уже никто и на хуй не нужен все наваливаются кучей ты сразу всем становишься нужен но для этого нужно поработать над собой над своим контентом над своим менеджментом над своим профайлом ну на своим материалом от личные слова это самый последний вопрос к тебе для музыкантов как где писать стол как тебя заставить выпустить арбек а не постоянно его доделывать. Попробовать, ну, если это не клинический случай паранойи, избавиться от деструктивного перфекционизма. Вот деструктивный перфекционизм — это убийца талантов. Когда тебе кажется, что твой трек не до конца доделан, что там что-то на высоких частотах между какими-то, там, я не знаю, двумя тысячами килогерц или какими-то там 40 герц, что-то где-то не звучит, и ты постоянно дрочишь, блядь, этот, не знаю, что-нибудь, там, эквализацию свою. Это деструктивный перфекционизм. Все должны понимать, что Spotify испортит нахуй все. Он твою вавку превратит в ебаный ААЦ, он обрежет тебе все хуже, чем МП-тришка. И все будет играть. Ориентируйтесь на слушателя, который не понимает этих деталей. Если трек в целом хороший, если там нету прям чудовищных ошибок, вот этих вот классических ошибок сведения или написания, или аранжеров, то не ссыте, выпускайте, не ебите голову с этими частотами, блядь, и не пытайтесь вот бочку с басом сводить целый год. Это деструктивный перфекционизм, он всегда не мешает. Дайте своему творчеству жизнь, и вы догоните свой скилл, и докажете своей аудитории, что вы делаете лучше, выше, сильнее, быстрее, когда ваше предыдущее творчество заживет своей жизнью. Слушай, отличные слова. Ну что, спасибо, что посмотрели это спонтанное, небольшое, короткое, познавательное интервью с вами. Около трактора! Это был Алекс Рейв, которого вы знали тогда, а сейчас это Роман Дайн. Все, спасибо тебе, бро. Очень все интересно, да, удачи, успехов. Никуда не переключаемся. Подписываемся, пишем комментарии. Дима Баш, йоу! И это немного на фоне начало меня на... Что, цепочка? Пониже? Я думаю так, ты так же думаешь? Нет, кстати, нет. Беллад, благо, даже что.